Его помнишь? Я вот смотрю в лабораторию, где я работала. Я вот смотрю, как я училась. Вот я смотрю, я себе лет 16 вижу девчонкой, когда какие-то там, ну, я не знаю, где, как... Это не аудитория, это что-то подобное. Я вот как проматываю жизнь туда-сюда смотрю. Реально много помню. Вот помню уже на этой станции. Это была чуть ли не первая моя работа. До этого как аспирантка была, какие-то вот, ну, при том институте, в котором... А потом это первая работа, вот это помню. Я была реально там, ну, лет, не знаю, 26-28, вот такая, до 30. Всё такая умненькая-умненькая девочка, только отучилась. Это уже совсем близко мир. Ну, как вот так всплываем? Тоже почти вот... Ну, это земной уровень, да? Мы там, как люди, на вид мы абсолютно ничем толком не отличаемся от людей. И чуть-чуть мутированы для связи с... Да, да. Тоже люди, просто чуть-чуть антенки. Да, впечатление, что они там как рог какого-то морала распиляли и себе вживили, а потом уже пошли мутации. Первое, что... Потом стали... То есть, там была просто возможность менять ДНК. И они как потом ДНК меняли мыслью. Так вот, какими хотели стать, такими становились. И всё. Интересная мутация. Ну, эти условно стали хорошими, хотя условно плохими. И тоже мысль уже меня... Начала меняться ДНК, и они как бы взломали это ограничение. Как-то и пошла дальнейшая мутация. Ленингисты не смогли остановиться. Что ты ещё помнишь? Может, какие-то формулы химические? Физические? Не, этого не помню. Помню свою жизнь в той лаборатории. Помню, как за этими растениями смотрела. Помню, как женщина, которая была до меня не в моей группе, тоже была женщина. Ну, такая какая-то с седым или белым волосом, короткострижным, показывала мне перед тем, как улететь. Вот сутки у нас были. Она мне какие-то журналы, какую-то ерунду показала, как это всё вести. Это помню. И она спрашивала, справлюсь ли я, справлюсь ли я. И как говорила, что если что-то не пойму, она где-то писала мне на бумажечке. А мне очень как-то было неприятно, потому что я же умная. Как же я с чем-то не справлюсь. Вот это помню. Ну, думаю, фух, она завтра улетит и не будет цепляться. Буду я тут хозяйкой. Нет. Женщины везде, женщины. Это хорошо. Надежду помню. Да, ну, блин, Илья, ну, очень много всего помню. И мне кажется, я даже расположение вот этих вот молекул коридоров между собой помню. Кухню помню, какая там была. Там была одна комната, похожая, вот одна такая. Может, может... Вот то, что я нарисовал. Да. Там как-то так. Да. Под углом 45 вот так ходили. Да, там как-то так. Там интересно все вот так было. Вот такие, как стенка, и не видно ничего. А потом просто нажимаешь, открывается, как полочка, и там разные контейнеры еду брали. А потом просто утилизация в такой, как шрэдер, раз, засовывали. То есть поели там, условно говоря, с какого-то контейнера и сразу не нужно было там варить. Там, наверное, не было возможности даже что-то варить или что-то такое. Ну, что варить, да. Ну, да. Какие-то большие аккумуляторы стояли в одной комнате. Один из нашей группы их настраивал, как-то просматривал, как они, они сами вращались, но он как порассматривал что-то. Что это за такие, может, батареи какие, может, что, не знаю, как же это там было. Энергия как-то от кого-то бралась. И свечение такое голубое было. Ну, это как стены сами светились. Не было как очищника света. Это всё само. Там не было лампочек, люстр такого там не было. Там панели светились, в панели было всё встроено. условная спальня, если это сказать. Можно было затемнеться, можно искать пустынный, естественный свет. Да, да. Слышишь, не что-то там, материальные, силовые поля. И можно было сидеть вечером и смотреть на звёзды. Там больше некуда было смотреть, там только звёзды были. Романтика и кофе. Или какой-то горячий-горячий напиток. Почему горячий? Вряд ли кофе. Ну, какой-то... Да, какой-то горячий напиток пили. Нет, там что-то плавали какие-то, как рис. Ну, вряд ли рис. А рис. Ну, вот что-то такое маленькое, белое. Не коричневое, белое. И белое и красненькое были напитки. Стаканчики вот так были, как одноразовые, а внизу вот вот так поворачиваешь стаканчик. Он греет. И жидкость, да, нагревает. Ты тоже это помнишь. Проворачиваешь, и оно нагревается. А если не проворачиваешь, можно было пить холодное. Как какая-то... Ну, вот одноразовый стаканчик сверху, как заклеенный чем-то пленкой, фольгой несут. Срываешь вот это вот. Нужно было провернуть, и тогда можно было нагреть. Там как такая маленькая таблетка чего-то, и от этого что-то как замыкалось, и оно хватало как раз эту емкость нагреть. А потом просто выбрасывалось, и все. Это помню. Да, там не было семейных пар, там условия были как... ну, одинокие, чтобы были бессемейные. Если хотел продолжать научную работу, семью нефиг было заводить. И в любовь играть нефиг, если хочешь работать. логично. Ну, смотри. И чё? Недолюбие, холодно. Морозится. Да-да-да. Война всегда на носу. Как говорила... Они как-то, когда высадились там, они поняли... Ну, не то, что божество, они поняли, но они разумные были, цивилизованные. Они поняли, что это представитель разумного, скажем так. И думали, что планета безжизненная, которая... Ну, нет жизни, нет цивилизации. Жизнь есть там на уровне каких-то животных, но нет цивилизации. Они думали, что нету разумных, нет людей, никого там нету. А там какие-то животные, они не то, что были разумные, но они как чувствовали, знали, ощущали всё. Вот от них взяли вот это вот первое, как рог, ты говоришь, что-то подобие рога какого-то. От них взяли, как внедрили, выживили себе первые, которые там были, колонизаторы. Поэтому у них как уважение к этому животному. Ну, по-моему, пока они там жили, где-то подевались все эти их. Да, и вот старые остались. Да. Уже потом рога остались. Этих животных было небольшое количество, да. Мелкие. Ну, что-то подобное, да. Была функция соединяйте. Потом люди стали эта функция перешла на людей. И они как мутировали. Вроде бы те, а уже не те. тоже вот своим появлением они много изменились. Даже пытаюсь улучшить, портили. Потому что нечего играть в Бога. Да. Бог уже есть. И то, что функции выполняют регулятивно. Да. А там на пальце там была такая поверхность, просто гладкая поверхность, которая светилась как панель. И не именно пальцами тыкали в эту поверхность, а как на пальце такое впечатление, как квадратные какие-то наперсточки надевали и этим по столу так ду-ду-ду-ду-ду. Прикольно. Хорошо. Ну, не знаю, наверное. Потому что, помню, вот нужно было они не пластмассовые, то ли силиконовые, то ли какие. Стилус селфа. Она еще какую-то функцию есть. Она как и клавиатура, что не нажимаешь на кнопки, вот пальцами как-то. Не знаю. Не знаю, зачем такое было. Но вот эти стаканчики, это, конечно, круто. Так, клад и нагрелся. Нужно тут такое или запатентовать? Есть такое. Серьезно? Там нагревающиеся консервы есть? Ну, блин. А я так думала. Жумные это, да, да. Что, во вторую мировую великую отечественную тушенку у вермахта было. Вот так что-то там криво. Да, да, да. Да. Понятно. Опоздала я, значит. Да. где-нибудь потом. отечественную 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 Продолжение следует...